Всем добрая улица, добрая улица, конец рабочей недели, а мы в лес в поход, видите, собрались, но это тоже, кстати, привязалась, тоже в поход, лентяйка, не привязалась, не привязалась, вот она пошла на месте, мы по две группы у нас, Саша, Мэри, Джейми и Джеми, они сейчас в садик пойдут, Джеми у нас сегодня записался в поход, в лес, поэтому такой одетый с рюкзаком, а мама в другую сторону, по-моему, по больнице. Сегодня у меня КТ, а на следующей неделе уже будет запись к онкологу, и заодно он с ней все расскажет, какие результаты. Вчера забрала результаты своей крови для КТ с контрастом, но меня так просто не отпустили. Джеми уже проводили, он уже в группе, и меня стоят провожать на электричку. А, по поводу крови-то, я вчера забрала свою кровь у нашего Хаус Артс, она говорит, а ваш Штирлиц попрошу остаться, как Юля? Я говорю, что такое? Она говорит, пойдемте. В общем, у меня показатели не очень хорошие, не креатинин и на щитовидную железу. Щитовидная железа у меня понижена, да? Функция понижена. Если повышенный показатель, то функция от щитовидной железы понижена. Если понижена, то это повышенная. И показатели от почек тоже не хорошие. Она говорит, что критично. Сказала посоветоваться с моим онкологом. Выписала два направления. На щитовидку надо сделать, синтеграфию, да? И сходить к врачу, который связан с почками. Прежде всего, сказала, чтобы с онкологом поговорила. А я спросила, а мне сделают КТ? Она говорит, как это сделает. Но только не знаю, с контрастом или без этого. Это уже они будут решать. Да. Вот так вот. Я даже не знаю, почему. У меня в сентябре были хорошие показатели. Там стояли вот эти вот... Креатинин у тебя был уже тоже. Тоже уже был? Креатинин. Креатинин, да. В общем, креатинин у меня 1,2 стоит сейчас. 1,2 и 9. А, да. 1,2 и 9. И от щитовидки тоже какая-то там. 5,74. Да, 5,74. 5,74. Ну, самое главное КТ сделать. А там будет видно. До следующего среды. Я сразу на эту запишусь. Да, и заодно я сразу, если я уже там, то запишусь на щитовидную железу. Синтографию. Никогда не делала, ни разу не делала, надо сделать. Повод. Повод надо сделать. Я вот это напоминаю. Да. А все остальное ты не делаешь. Осталось пару минут и я поеду. Своих я отпущу. Ты бы уже поехала бы. Я бы уже поехала, если бы у меня телефон сработал. У меня программа есть, которая автоматически билеты покупает. И там у нее сбой, а так как я не дружу с техникой, с электроникой. Леночка, привет. Игорь, привет. И я такая же с электроникой не дружу. Поэтому пришлось мне подождать моих, когда они мне все поставят и сделают. Назад придется. Да, и все. Поэтому один поезд я пропустила и жду второго. А сейчас мы и пойдут в магазин сходят и домой. И будут ждать меня. И Джейми нам надо будет забрать час. Час тридцать. Час тридцать. Возле леса. Возле леса. Возле леса. А так, мне кажется, я больше переживала за электричку, нежели я переживаю за КТ. Которое нету тела. Не люблю, когда вы знаете, куда уже целенаправленно направился. И что-то идет не так. А может что-то не так пойдет? Вообще что-то сегодня день не так. Сегодня день не так пошел. У тебя есть такое. А, я сразу нервная. Все бумажки заполнила. Все, что надо было, аллергия и тому подобное, какие симптомы. Ну, как обычно. Сижу, жду. Спросила по поводу щитарь без железы. Они здесь не делают. Делают только в Зельбурге и в Санта-Густине. Поэтому термин надо будет там делать. Народу мало. Вообще никого нет. Тихо, спокойно. И пускай тоже не через ту сторону, а через центральный вход тоже. Там надо анкету заполнять. Или переболел. Или есть прививка. Переболел. Или тест. Да. Какие-либо симптомы есть или нет. Это были контакты или нет. В общем, все там заполняешь, отдаешь. Там списочек есть, что именно сегодня у меня КТ. И их пропускают. Ну, все, я отстрелялась. Уже в своем городе. Когда меня пригласили на КТ, она спросила, у вас точно аллергия нет? Я говорю, да нет у меня аллергии. Они говорят, а последний раз сделали с контрастом? Я говорю, да делали с контрастом. Ну, ладно, хорошо. Положили мне специально на щитовидную железу такую штучку, накладку для защиты. Маленькую. Воткнула она мне иголку в мою любимую вену. Струдальческую. Через часть которой химией сделали. Всю кровь берут. Все, все, все. На правой руке. Она смотрела, смотрела. Что-то она мне не нравится. Она говорю, боюсь, что что-то пойдет не так. Втыкает вторую иголку. Повернуть, если я руку сбоку. И воткнула. Говорит, это лучше. Говорит, ну синяк, наверное, будет. Я вытащила первую. Говорит, как кровь опять ливанет. Ну ничего, все сделала я КТ с контрастом. Надеюсь, что все стабильно. Все мои жители на месте. Новых не пришло. Новых соседей не позвали. Ну если так появилось, ну не беда. Один-два. Один-два можно. Можно нельзя. Нет. Как лучше, конечно, надеяться на лучшее. Что без изменений. В нашей ситуации все без изменений. Это уже победа. Да? И обязательно поговорю по поводу экжива. Не знаю, мне подходит, не подходит, но обязательно надо спросить. Лена, все в бумажках, как всегда. Я не думала, что... Как же это выражение-то? Работать на таблетке. И будешь ты работать на таблетке. Я сегодня все фильмы старые вспоминаю. Про Штирлица. Про... Да? Вот, посмотрите. Кровь. Вот если вот так закрыть мою. Повышен вот этот показатель. Это щитовидная железа, да? Потом вот этот показатель. Это креатинин почки. И вот этот показатель. Тоже относится точками, если не ошибаюсь. Да. А это пониже. Вот это повышен, это пониже, и это повышен. Угу. Это щитовид. Угу. Поэтому мне вот эту штучку положили. Потому что я рада, что вообще сделали. Я рада. Вообще-то веган. Ну, да. А наша доктор, который домашний доктор, не будет. Сказала, что... Ну, с контрастом. Да. И мы ксерокопии сделали вот этих вот показателей. Сказала обязательно к онкологу это показать. А со всеми результатами то, что он скажет. Сказала, она сейчас в отпуск уходит на следующей неделе, через неделю, чтобы я к ней пришла. Ей интересно, что со мной и как со мной, и что дальше. Она же тебе направила. Да, вот два направления она мне сразу выписала. Я думала, она просто отдаст мою кровь и скажет чус. А она говорит, нет. Нет. А мы еще с Мэри Джейн ходили. Мы Джейми отвели в садик и пошли сразу забирать. Но Мэри Джейн это хвостиком со мной прицепилась наш хвостик. Я думала, просто забрать она. Нет, не просто. Пришлось все это щадить у нее. Зо, два направления, два лазинга. Одно нейрологии. Что такое нейрология? Ну это почки, короче. Нет, это нефрология. Это насчет почек. Насчет почек, да. У нас в нашем городе есть большой центр нейрон. Там диалюзию делают. Промывай ночь. Ну там врач. Если что, можно к нему. Но это надо обязательно. Может мой онколог скажет, что это все нормально в связи с моими препаратами и бронсом. Ну смотри, креатинин, да. Если я смотрю то, что онколог делает, ну с 22-го, 9-го, да. У их граница 1,1. Тут граница 0,9. Так что там был 1,2, 22-го. А у тебя креатинин уже и прошлый раз был? Да? Повышен, да. Ну щитовидка у меня, смотрим, что никогда нет. С щитовидкой нет. Это, да, это удивительно. Это удивительно, да. Ну посмотрим, сделаем термин на щитовидную. Вообще у меня не было проблем ни с щитовидной железой, ни с почками. С почками ППП всегда было идеально почки. Никогда не было ничего. Вот, поэтому у нас, если Саша пойдет делать КТ или МРТ, да, ему сразу на руки буквально через 15-20 минут дают результаты. А мне не дают, потому что у меня термин у онколога и все результаты сразу к нему. Я могла бы, она мне сказала, я могла бы вам дать, да, но зачем вам, если у вас термин к онкологу. Все там будет и он вам все расскажет. Поэтому, а если... Если бы ты в Зигбург пошла бы, да? Да, я вот если в Зигбург запишусь на щитовидную железу, они мне сразу будут результаты отдавать. Они тебе дадут письмо для врача и... Да, поэтому... Только-то, что мне эти результаты дадут. Ну да, раньше волноваться. Зо, так что 20-го числа у меня по графику... Что у меня по графику? У меня по графику, вот. Вот мой график. 20-го числа у меня Fulfestrand и... Ну, они мне тут написали CTK Control Brand. Это я сейчас уже сделала. Fulfestrand и Brand с новой начинаю. И Золотекс у меня, да. И танковый. И сразу, как мне сказала на ресепшене девушка, как все сделаете, так сразу прямиком к онкологу. Насыщенная будет. Насыщенная среда у меня была. Вообще наш домашний врач очень сильно перестраховывается. Если чуть-чуть что-то выше нормы или ниже нормы, она сразу... Направление, 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 направление. Смотри, у меня есть. У Саши целая пачка. И что? Толку-то? Солнышко, ты понимаешь, ты ей работу делаешь лишнюю. Когда другому по-честному нужна помощь... Почему она зарабатывает? Она приватный пациент. Ахаха, ты приватный пациент. Она на тебе зарабатывает. Она втридорого получает. Да. Ну все равно, солнышко, это не идет, когда тебе врач пишет направление, ты должен сходить. Ну я же схожу. Когда? Ну когда я... Когда плохо стоит? Да. Тогда я схожу, да. Так что сейчас мои глаза еще. Вот, завтрака. Прихожу, они... Мэри Джен уже завтрак приготовила, любимый кофе налил. Прямо красота. Хорошо, когда любимые дома, да? Преимущество, когда дети на каникулы. Один в лесу. Грибы собирает. Или всяких... Кстати, скоро рыбу забирать уже надо будет. Грибник наш. Да, грибник наш. Он так любит натуру. Да, все что с лесом связано, с всякими жучками, паучками. Любители покопаться в грязи. Я представлю, боже мой, какие у него будут ботинки. Светлые ботинки в лесу. Но они теплые. У меня сапоги нельзя было делать. Они же написали, что ни в коем случае не сапоги. А почему? Скользко потому что? Ну нет, для детей видать в лесу, что не так стабильно. Стабильный только шум. Поэтому мы ему одели, так как прохладненько с утра было. И они, вы представляете, они с 8.30 до 1.30 в лесу. У них как поход. Они там и завтракают им и обед туда привозят. Да. Вы представляете? Он что только взял с собой сменку на всякий случай. Потом попить водичку. Руки полотенчика я намочила, положила в бокс. И плюс еще носовой платочек на всякий случай. Туалет у них там есть. Все. Не переживайте. У них биотуалет такой маленький. Они с собой еще не сидят. С собой биотуалет носят. Вот. Еду все. Там воспитатель с этими облаками, как по-честному походу. Там они еще могут даже палатку какую-то натянуть. Там сидеть всякие. Классно. Супер. Для развития ребенка в этом возрасте в садике это потрясно. Почему мы не ходили? А ты вообще не ходил в садик. Нельзя было в садик. Скажем так. Мне никакой садик не хотел брать. А я не любила в садик ходить. Потому что там пахло подгорелой манной кашей. И мы его зайца сожгли. Почему-то у меня плохие воспоминания о садике. Кашу я до сих пор не ел. Меня не хватило. Да. А покажу я вам свою... Давайте начали за здравие. За здравие, да? Закончим галереей. Как всегда. Как всегда. Я же это говорила, что я напишу серию на черном фоне вкусняшек. Я написала же. Пойдемте посмотрим. Покажу. Ну вот эту вот работу вы уже видели. Круассан. К ней по колористике похоже яичко. Разбитое яичко. Не донесла. Яйца. А где же яйца? К сожалению, бликует, да? Если вот так вот. Лучше? Угу. К завтраку. Серия к завтраку, да? И на контрасте в той же теме авокадо. У нас авокадо в горшке растет. Здесь я написала. С орешком. Зернышко. Так как не выросло, да? Да. Может картину... Повяжешь? Да. Да. Потом исправила работу с маками. Ой, я испачкалась. Главное, чтобы... С маками. Поле с маками. В общем, это Наташа заказчица Наталья. Ей очень понравилось. Все замечательно. Я проступила к третьей работе на заказ. Но она переработанная. Это моя старая работа. Еще давно-давно я ее писала. Там... Абстрактная. Это надо там... Я не знаю. Это надо чувствовать. Это надо жить. Это надо эмоционально вот эти все чувства переживать, чтобы ее написать эту работу. Но в связи с тем, что формат другой. 60 на 80. Поэтому Наталья была мою работу полностью-полностью-полностью переработать в новую. Это можно так сказать, что это абсолютно новая работа. И вообще она мне тоже очень нравится. Она меня напоминает. К тебе напоминает? Какая ты? Какая я? У тебя все разные, прошлые картины? Да. Большинство ты себя рисовала. Ну, так получалось. Я не знаю. Наверное, это автоматически. Говорят, что Леонардо да Винчи, когда рисовал Христа Спасителя, да, Иисус Христа, лицо, это был автопортрет. И также Жаконда. Говорят, что очень многое он взял с себя. Да? Кусочек могу? Кусочек? Ну, я не знаю. Если только аккуратный кусочек. Аккуратно. Третья посвящена трем женским фигурам. Вера, надежда, любовь. Так её назвала Наталья. Твоя была названа тогда «Фоя танц», да? Да, «Танец огня». И вот на чувствах вот этих вот моей первой картины, на задумке заказчицы, то, что лица должны быть как на иконах, как писал раньше Андрей Рублёв в своей картины, а всё, что связано с телом и фоном, это должно быть как страсть, огонь, трепет, вот это вот, а лицо должно быть как это. Я не знаю, у меня получилось, но я старалась именно по картинам этого художника передать черты лица женские. Не знаю, получилось ли у меня, не получилось, но я как закончу её, покажу. Может быть. Наталья обещала, что скоро приедет, и лично я передам ей все свои работы. Надеюсь, у меня получится. У нас есть ещё один заказ из Америки, Италии, формат будет 40 на 50, да? Да, 40 на 50, холст натянутый на подрамнике, Италия, Венеция, где лодочка, гурнолер с фонариком с Сашиным любимым. И ещё у нас купили работу, за неделю 5 работ купили, да? И представляете, рядом с Боном, 20 минут и у нас Бон купили работу, можно было самим отвезти. Тоже это Италия, Тоскана, да, моя любимая работа. Я её назвала, она по-другому называется, да, на магазине, а я её всегда называла «После дочечки в четверг». Я не знаю, она мокрая, не то, чтобы она сырая, да, работает. Ну, это большой заказ. Да, это большой заказ. Вообще ли, она вся в работе, вся в работе, поэтому все тоже как-то это... Каникулы у нас получились дома, да? Некогда. Некогда, да, это всё, всё виновата мамка, потому что у мамки эти термины посередине и на этой неделе, получается у нас каникулы две недели, на этой неделе мне как-то делать, да, на следующей неделе у меня термин к онкологу, поэтому они не хотят без меня никуда ехать. Я говорю, езжайте, езжайте, езжайте. Ну, куда мы без тебя, поэтому каникулы, мы дома, погода не очень так, знаете, с переменным успехом. Дождик, солнце, дождик, солнце, поэтому всем мы желаем хорошего настроения, крепкого здоровья, берегите себя, не болейте, всех целым, всех обнимаем. Пока-пока, до новых встреч.